Приветствую всех, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на большинстве льоне 25 тонн. Именно просто заценим данное сражение, прокомментирую его для вас и сделаем какие-то выводы. Вообще, конкурентен ли сейчас данный танк? Соответственно, вы наверняка знаете, что в мире танков Бачата, ну, хоть немножечко, но все-таки апнули. Конечно, после этого он не стал мега имбой, как, например, это было с кранвагоном, но все равно у танка есть свои преимущества, у него всегда были свои плюсы и до сих пор они есть. Вообще, танк на самом деле не то, что обычно представляют себе игроки, когда говорят про Бачата. То есть, многие думают, что Бачат это ООО-танк, что вот он такой мега-быстрый, заходит там в борта противником, наносит урон и спокойно уезжает. Это нифига подобного. Да, Бачат может заехать в борта, но делает он это, как правило, всегда за счет эффекта неожиданности. Он не может просто вот ворваться на 2-3 танка, раздать барабан и спокойно уехать. Его спокойно загусят, спокойно разберут, брони у него нет. Этот танк скорее такой вот разведчик-дамагер, может так его назвать. То есть, играть на нем нужно осторожно, он может подсветить там из кустов. Он может сделать какую-то разведку небольшую, там проехаться где-то осторожно. И самое главное, танк этот атакует именно тогда противника, когда сам, в общем-то, понимает, что противник отвлечен, что вот он не нацелен на Бачата. То есть, это танк, который в основном, в большинстве случаев, наносит урон из-под тяжка. Ну, это его специфика. И, друзья, вы можете выиграть бесплатно золото в этом видео. Напишите просто комментарий под видео и укажите свой игровой ник. Тем самым, вы будете участвовать в розыгрыше золота и сможете спокойненько на ходаву голду себе заполучить. Итак, давайте же, соответственно, поиграем на сайте Воткит. Потому что сейчас новогодние скоро акции будут и без голды никуда. А к тому же сейчас на сайте Воткит черная пятница. Но это значит, что все категории со скидкой 50%. Так что, давайте, не будем медлить, попробуем выиграть интересный приз. И у нас уже первый кейс и сразу прям танк падает. Замечательно. Не забывайте подписываться на канал и оценивать видео, пожалуйста. А также комментируйте. Можно выиграть золото, указав свой игровой ник мира танков. Так, второй приз у меня не особо удачный. 100 золота. Ну, давайте еще одну последнюю попыточку сделаем. Потому что, кто знает, может быть, все-таки да повезет. Откроем средний кейс. 1000 золота падает. Отлично забираем, конечно же. И что стоит отметить, друзья. Вывести золото вы всегда можете по почте от аккаунта. На данный момент вводить можно только в мир танков. А используя мой промокод SUPER777, вы можете получить бонус 15% на сайте. Ну и давайте продолжим смотреть этот бой. Сражение очень грамотное. На самом деле, тут можно просто поучиться у игрока, как он все делает. То есть, не нужно думать, что он вот сейчас встал, просто и тупит, и не знает, что ему дальше делать. Игрок грамотный. То есть, он сообразительный. Он делает все наверняка. То есть, он просто сломя голову не едет, куда попало. Как большинство водителей бачат, они просто врываются и думают. Ну так у меня барабан на 5 снарядов. Они мне одну плюху дадут, а я им 5. Замечательно же. Ну только вот они не учитывают, что, как правило, такие вот заезды заканчиваются сливом. А игрок, он тщательно смотрит на миникарту. Он выискивает какие-то цели одинокие. Ну или просто цели, может быть, их там несколько, но они отвлечены. И спокойно их устраняет. Да, у танка по-прежнему мощное вооружение. Если вот все 5 снарядов вылетают в противника, то урон существенный. Каждый выстрел, в принципе, ощутим по противнику. Даже сейчас с нынешними плазмоганами, у которых там урон будет здоров. Но все равно бачат конкурентоспособен в плане урона. Но у него есть недостаток. Это долгая очень перезарядка барабана. И у него не самая лучшая точность и не самая лучшая стабилизация. То есть, когда танк двигается, у него в целом разброс идет такой существенный. Поэтому в основном на бачате лучше всего там не вкатываться в противника, когда он на тебя смотрит. А вот аккуратненько выехал, там где-то занял позицию грамотную. Выехал, увидел, что противник отвлечен. Раз, раз, спокойно, там три снаряда, три-четыре снаряда вполне можно пока противник на перезарядке всадить. Ну и к тому же нужно пользоваться тем, что танк небольшой. У него маскировка в целом хорошая. Естественно, механика в нашей игре такова, что после выстрела маскировка как бы улетучивается практически у любого танка. Ну и есть танки, конечно, там ЛТшки с маленьким калибром. Там они меньше, естественно, светятся после выстрела. Но бачата пушка все-таки далеко не маленькая. У него при выстреле может быть не самый там худший коэффициент маскировки. Но в основном, если встать где-то в кусты, не стрелять, то танк хорошо маскируется. Он может довольно неплохо подсвечивать. Но в данном случае игрок подкараулил СТБ-1 и спокойно противника устранил. И при этом игрок фуловый, вот еще и Е4 выезжает. Да, не получилось его пробить сразу. Ну, второй выстрел с уроном залетел. Тут будет много динамики в этом бою. Вообще, на самом деле, не назвать этот бой скучным. То есть, постоянно игрок ищет возможности. Постоянно он передвигается по карте, где-то подсветит. Где-то в борта противником заедет. А вот сейчас едет за Е4. Тут, конечно, игрок в наглую, в общем-то, разменялся с Е4. Повезло, что у Е4 минимальная альфа вылетела. Поэтому не стоит существенный урон. По батчату прилетело не так много хп у него. Улетело. Но все-таки хп у батчата мало. 1800 всего. Ну, вот еще замечательно получилось. Красиво забрать ИС-7 с поджогом. 6500 урона. Вот так вот надо играть на батчате, в принципе. Аккуратно. Грамотно. Все-таки вдумчиво. Осторожно. То есть, это именно те слова, которые характеризуют игру на этом танке. А не как многие. О, ло, ло. Я на батчате еду на 5 танков, сливаюсь в начале боя. Так делать ни в коем случае не стоит. Ну, это моя точка зрения, конечно. Потому что сколько игроков, столько и мне. Мне никто-то скажет, там, там, вон, там, какой-нибудь киберспортсмен просто вылетает на батчате. Там, с 5 снарядов, там, сразу 5 танков убивает, всем БК взрывает. Ну, опытные игроки у них свои, как бы, тактики и так далее. Да, они там гораздо более все-таки грамотно могут что-то придумать. Но, среднестатистически, обычный игрок, даже хороший игрок, но не, там, какой-то супер-мега, там, уникум, он все-таки вот так вот должен играть на батчате, по моему мнению. То есть, осторожно, размеренно, но при этом постоянно двигаться по карте, постоянно перемещаться, постоянно искать возможность. То есть, не то, что встать в кусты и весь бой на одном месте стоять. Ни в коем случае. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что нужно двигаться. Вот, игрок двигается, и поэтому он постоянно находит возможности. Кто ищет возможности, тот их находит, как говорится. А кто ни херена не хочет искать ничего, тот просто будет сидеть в кустах и сливаться. До конца боя 2 минуты. Тут еще Т-30 подставился. В общем, замечательно. И противник на СТ-шике утопился, хотя это, наверное, даже плохо для батчата. Ну, как плохо. С одной стороны, для батчата это могло закончиться плохо сливом, потому что противник мог выучить. Но, с другой стороны, дополнительный ХП, который можно было отнять, дополнительный урон. Но противник просто утопился. Но зато игрок нашел другую цель Т-30 и грамотно насувал ему в корму. Вот как раз замечательная тактика. Нашел противника, который отвлекся, который с кем-то там перестреливается, за кем-то там гонится. Корму свою подставляет, борта подставляет. И, конечно, в таком случае просто батчатик очень хорошо разряжает свой брат бан. И спокойно ему подвижности хватает потом уехать. Ну, и, в общем, конец боя. Тут просто вопрос в том, сколько еще удастся настрелять. А если у вас батчат в ангаре, напишите в комментариях, и как часто вы на нем играете. Или, может быть, вообще еще не прокачали. А, может быть, вообще продали этот танк, разочаровались в нем. Такое тоже может быть. На этом все. Это просто такой вот бой, который я вам хотел показать. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю хорошего настроения. И удачи.